Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я возвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его. Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а наутро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу. Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно. Деяния святых апостолов Глава первая Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали «Мужи-галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Мариейю, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около ста двадцати. Мужи-братья Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда незринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдамам, то есть земля крови. В книге же псалмов написано, «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились, и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения, и апостольство, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий. И выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Исход Глава седьмая Но Господь сказал Моисею, «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». «И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был восьмидесяти, а Аарон восьмидесяти трех лет, когда стали говорить они к фараону. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». «Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон, жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. «И сказал Господь Моисею, «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде. Ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему, «Господь Бог евреев послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне, но вот ты доселе не послушался». Так говорит Господь. «Из всего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки». «И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах». «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восьмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали тоже, и ожесточило сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь». «И оборотился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим, и стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось семь дней после того, как Господь поразил реку». Исход. Глава восьмая. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к фараону и скажи ему, так, говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот, я поражаю всю область твою жабами, и воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой и в спальню твою и на постель твою и в домы рабов твоих и народа твоего и в печи твои и в квашни твои и на тебя и на народ твой и на всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские и вышли жабы и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Помолитесь Господу, чтоб он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал, «Завтра». Моисей отвечал, «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь, Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от твоего народа. Только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал к Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды и в осмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. «И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись пред лице фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьями мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песь их мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли, я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим, завтра будет сие знамение. Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов, и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал, «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». И сказал фараон, «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо Мне». Моисей сказал, «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удаляться песье мухи от фараона и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил песье мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа. Редактор Корректор Продолжение следует...